МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе началась реализация проекта «Безопасный двор». Горожане всегда встречают его с большой радостью. В городе побывал архиепископ Салихардский Новоаренгойский Николай. А был ли ремонт, спрашивают жильцы одного из подъездов дома 50 по улице Ленина. Кто и в какие сроки должен ремонтировать общедомовое имущество? Тему обсуждаем с гостем студии. Начнем выпуск с региональной новости. В Салихарде состоялось заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления приполномоченным представителем президента в Уральском федеральном округе. Основной темой стало выполнение обязательств по муниципальным контрактам. Глава города Муравленко, председатель Совета по развитию местного самоуправления Александр Подорога рассказал, что в округе созданы все условия для полного и своевременного исполнения контрактов муниципальными заказчиками. Политика региона в сфере межбюджетных отношений направлена на достижение сбалансированности местных бюджетов и полного финансового обеспечения принятых обязательств. Итоги работы контрольно-счетной палаты города обсудили на очередном заседании Городской думы. Оно состоялось 27 апреля. В прошлом году аудиторы провели более 100 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверками было охвачено 119 учреждений города. В итоге 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой возбуждено 5 административных дел. В бюджет города возвращено почти 3 миллиона рублей. Еще одна тема апрельской повестки думы – формирование планов отдыха и оздоровления детей предстоящим летом. Что касается направления отдыха и оздоровления в 2017 году, то здесь никаких революционных изменений не планируется. Собственно, у нас такая сложившаяся система, которая, как мы полагаем, удовлетворяет в целом те потребности, которые существуют, и позволяет нам решать те задачи, которые, собственно, и должны решаться в рамках летнего отдыха. В городе традиционно будут работать пришкольные лагеря. Их смогут посетить до 700 человек. В течение лета детей готовы принять спортплощадки в рамках проекта «Спорт в дворе». Центр патриотического воспитания продолжит реализовывать программу «Туристическое лето». Вместе с тем, в летний период планируется трудоустроить 450 подростков. Заработная плата каждого составит более 11 тысяч рублей. Ребята поработают по выбору на предприятиях и на благоустройстве городских территорий. Теперь к другим темам. В последние годы на Ямале активно реализуется комплекс мероприятий по оснащению городов и поселков камерами видеонаблюдения. Активные ямальцы идут еще дальше и оборудуют системами наблюдения дворы и подъезды. Так в Муравленко в одном из дворов скрытно похулиганить уже не получится. Эрнест Бавшин расскажет почему. В то время как в округе планомерно реализуется программа «Безопасный регион» на уровне муниципалитета «Безопасный город». Один из этапов масштабного проекта – видеонаблюдение за городскими территориями. Такая система видеонаблюдения у нас установлена. В нее входит энное количество камер, которые расположены на объектах, на зданиях города. И данные камеры направлены на какие-то очаговые места, там, например, на перекрестки, еще на какие-то места, где возможно совершение правонарушения, то есть профилактика этих правонарушений. Наличие камер в городе зачастую не только останавливает потенциальных правонарушителей. Эффективность видеонаблюдения подтверждают и в правоохранительных органах, особенно при раскрытии серьезных преступлений. Как показывает практика, система очень эффективна, и действительно нужно по возможности предпринимать все меры для того, чтобы эту группировку расширить. Я уже не говорю о том огромном количестве мелких преступлений, которые раскрывают сотрудниками органов Министерства внутренних дел при просмотре видеозаписи, изъятых ими в ходе проверочных мероприятий, но и значительное количество информации, имеющей значение для расследования более сложных и серьезных уголовных дел, поступает к нам после исследования данных этих видеозаписей. К модернизации и расширению возможностей программы «Безопасный город» активно подключаются предприниматели города. Андрей Метельский реализует проект «Безопасный двор» и в пилотном, проще говоря, в пробном режиме оборудовал видеокамерами подъезды двух жилых домов. Камеры, которые установлены в городе, они показывают обзорную ситуацию, то есть общую ситуацию и опознать мелочи какие-то, да, то есть либо автомобиль, либо человек, либо еще что-то, достаточно сложно. Соответственно, мы решили поступить следующим образом. То есть мы считаем, что камер должно быть много. То есть камеры, которые будут достаточно четко фиксировать все происходящее вокруг и выбрали, конечно, вокруг каких-то объектов. Выбрали, конечно, в качестве объектов это дворы. Сегодня каждый желающий может заключить договор на услуги видеонаблюдения и владеть обстановкой в своем дворе. Жильцы первых двух домов такое право получили, дав согласие на установку камер. Получение доступа к системе просмотра видео желающие оплачивают по установленному тарифу. При развитии проекта мы планируем поставить камеры во всех подъездах, что позволит перекрыть и обеспечить полную безопасность, чтобы все видеть. Если все хорошо пойдет, мы еще поставим обзорную общедворовую камеру, чтобы видеть общую картину. Такие камеры по своим техническим характеристикам позволяют рассмотреть каждую мелочь. Лицо человека, номер машины. Но главная цель проекта не тотальное слежение, а безопасность прежде всего. Нет, я не против. А почему? А что это, плохое разве? Я думаю, что это нормально. Пускай наблюдает, кто заходит, кто выходит, кто что во дворе творится. Но так мы считаем. Когда вот появились дети, я теперь положительно к этому отношусь, потому что, не дай бог, что случится, можно будет найти причину и виновного. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Жители города обратились на народную линию компании «Муравленко-ТВ» с просьбой разъяснить, по каким правилам в домах проводится текущий ремонт. В частности, жильцы третьего подъезда, 50-го дома по улице Ленина, недовольны ремонтом подъезда. Эту тему активно обсуждали и в социальных сетях. Вопросы по поводу деятельности управляющих компаний. Также поднимали собственники квартир по адресам Пионерская, дом 22, улица Губкина, дом 17. Что же касается дома 50 по улице Ленина, то здесь закрасили лишь определенные участки стен. Собственники же надеялись, что подъезд отремонтируют полностью. Если уже делать ремонт в подъезде, то надо его делать уже, как говорится, с умом и обдирать старую облупившуюся краску и шпаклевать. То есть, либо делать нормально, либо не трогать вообще. В холдинге городское хозяйство нам пояснили, что работы в подъезде проводились не в рамках текущего планового ремонта, а лишь с целью удалить надписи на стенах. Согласно предписанию жилищного инспектора, который планово проводил проверку подъездов, было выявлено надписи, нецензурные слова, нецензурные рисунки, которые нормальный человек не воспринимал бы. Мы это все покрыли разовым одним слоем краски для того, чтобы это убрать. Добавлю, что текущий ремонт проводится один раз в пять лет и только после согласования с жильцами. В третьем подъезде, дома 50 по улице Ленина, в последний раз ремонт проводился в 2013 году. Следующий запланирован на 2018. Здесь полностью побелят потолки и покрасят стены. Итак, вопросы, связанные с деятельностью управляющих компаний, они всегда актуальны. Активные собственники озвучивают проблемные темы на собраниях, при личных обращениях в жилищно-энергетическую компанию или городское хозяйство. Во время открытых диалогов задают жители вопросы и на народную линию нашей компании. Сегодня мы постараемся найти ответы на некоторые из них, а в частности о порядке проведения текущего ремонта жилья. Мой собеседник – директор жилищно-энергетической компании Михаил Никитин. Добрый день. Михаил Николаевич, для начала поясните, пожалуйста, телезрителям, может быть, тем, кто еще не знает, какие работы все-таки входят в текущий ремонт? Жители домов оплачивают и должны получать следующие услуги при обслуживании жилого фонда. Это содержание жилого фонда, это текущий ремонт и капитальный ремонт. Капитальный ремонт сегодня вынесен, в принципе, за рамки работы управляющих компаний. Сегодня это осуществляет окружной фонд капитального ремонта, то есть, в принципе, деньги формируются там и работы формируются, определяются и проводятся через этот фонд. То есть на долю управляющих компаний приходится теперь текущий ремонт и содержание. То есть в текущий ремонт входят работы, связанные с заменой тех или иных элементов общего имущества жилого дома. И в том числе и, скажем, покраска и ремонт места общего пользования, то есть это наших тамбуров, лестничных маршей и тому подобное. Содержание и ремонт крыши, то есть в случае, когда крыша начинает течь, то есть, естественно, вот этот неполный объем замены крыши, а там частичный, то есть это относится к текущему ремонту. Ну и, в принципе, любая работа, которая связана с заменой того или иного элемента общего имущества, труба, запорная арматура, там, двери, окна. То есть это, вот этот перечень работ относится к текущему ремонту. Каким образом управляющая компания определяет, ну, скажем, объем и необходимость проведения ремонта в тех или иных домах? В принципе, и нормативная литература, и законодательство, и, в принципе, и в договорах управления жилым фондом у нас прописано, что текущий ремонт проводится при необходимости. То есть в случае выхода из строя того или иного элемента общего имущества, то есть производится его замена. Но все равно ведь по какому-то плану? Нет, естественно, есть план, то есть по той же нормативной документации, то есть управляющей компанией два раза в год проводят обследование жилого фонда, когда составляются там определенные, находятся определенные замечания, то есть составляется план, что это, как это будет делаться. В том числе в течение там сезона или постоянно жители подают заявки те или иные, то есть вот ремонт межпанельных швов, это тоже относится к текущему ремонту. То есть мы в течение зимы собираем эти заявки, выезжаем и проводим обследование, определяем необходимость проведения там того или иного вида работ, и, естественно, составляется план работы летний период, когда эти работы могут быть выполнены. Добавлю еще, вот что касается ремонта подъездов как таковых, то, в принципе, да, есть определенный график, то есть это раз в пять лет ремонт подъезда должен проводиться, но, опять-таки, это зависит в том числе и от состояния подъезда. То есть иногда этот срок может стать короче, иногда может быть чуть-чуть дольше. Ну да, действительно. А в каких случаях производятся внеплановые работы? Внеплановые работы – это аварийная ситуация, то есть, ну, когда что-то выходит из строя, то, что угрожает там безопасности проживания, либо там той же комфортности проживания, то есть это внеплановые работы. Вот там, где можно надписи стереть, они стираются, то есть там, где их стереть невозможно, это, естественно, закрашивается. Нельзя как-то более эстетично, допустим, производить такие работы? Вот, естественно, хочется, чтобы это было там красиво и эстетично, но если, скажем, замазан весь подъезд, или, вернее, немного его, то перекрашивать весь подъезд достаточно сложно. То есть подобрать краску так, чтобы это было там совпадало, ну, практически невозможно. Ну, поэтому это всегда дилемма. То есть, естественно, как бы нельзя не обратить внимание на появление этих надписей, да? То есть, ну, их же кто-то наносит, их же что-то делает, то есть, поэтому мы понимаем, что это детвора наши, это наши дети, которые живут в этих же подъездах, ну, или в соседних, это их друзья. Ну, наверное, родителям тоже есть смысл провести какую-то воспитательную беседу с тем, чтобы эти вещи прекратились. Жильцы часто жалуются на запахи краски. Понятно, что от этого никуда не деться, но все-таки вы можете гарантировать, что соблюдаются при этом нормы СанПина? Естественно, те продукты, которые мы используем, они сертифицированы для применения в общем пользовании. То есть, эти краски имеют необходимые сертификаты, они допущены к продаже и допущены к использованию. Понятно. Еще, естественно, как бы есть определенный, ну, наш северный, скажем, момент, который работы по покраске и по ремонту подъездов, они проходят в основном в зимний период. То есть, в подъезде тепло, работы на улице проводить невозможно, поэтому работаем в подъездах. То есть, в летний период работы выполняются на улицах. То есть, фасады, крыльца и тому подобное. Поэтому, наверное, такой дисбаланс происходит. Скажите, пожалуйста, долги населения, они сказываются на объемах и видах проведения текущего ремонта? Здесь можно даже разделить немножко вопрос на две части. То есть, мы понимаем прекрасно, что у нас в городе есть дома деревянного исполнения, дома капитального исполнения. Расценка на текущий ремонт, она приблизительно одинаковая, что и в тех, и в тех домах. Но объем работ, который выполняется по домам деревянного исполнения, он значительно выше. Потому что качество домов, оно ниже, то есть, они старее, они в худшем состоянии, естественно, требуют больших вложений. И поэтому ситуация следующая. То есть, по практически 100% домов деревянного исполнения, то есть, дома уже в минусе. То есть, на текущий ремонт потрачено средств больше, чем люди, не то что собрали и заплатили, а чем им начислено. По домам капитального исполнения, то есть, ситуация не везде такая. То есть, есть дома, где баланс этот плюсовой, положительный. То есть, управляющая компания должна там еще что-то, какие-то работы выполнить с тем, чтобы израсходовать эти средства. Но вот в целом по городу, я не думаю, что только по нашей управляющей компании, ситуация вот такая. То есть, вот этот дисбаланс, он существует, то есть, от него все равно никуда не денешься, потому что необходимость проведения ряда работ в домах деревянного исполнения, она в большей части сказывается, в том числе, и аварийными ситуациями. То есть, да, в доме холодно, да, там перемерзают трубы, да, там еще что-то. То есть, вот эти все вещи, они, естественно, влекут за собой расходы. Ну, и неплатежи населения, естественно, мы же не можем, скажем, потратить деньги те, которые не получили. То есть, естественно, это сказывается на том объеме текущего ремонта, который проводится. Где можно найти информацию о планируемых работах? Обратиться в нашу компанию. На сайте? Нет, по обращению. По обращению. Спасибо, Михаил Николаевич, за то, что нашли время, ответили на мои вопросы. И я думаю, что некоторые телезрители также получили ответы на имеющиеся у них вопросы. Спасибо вам за предоставленную возможность. Мы продолжим после паузы. Лес дает нам и нашей земле кислород. Регулирует климат и защищает почву. Лес хранит жизнь во всех ее проявлениях. Берегите лес. Продолжаем выпуск. Местное отделение партии «Единая Россия» готовится к единому дню голосования. Для определения кандидатов от партии, которые в сентябре смогут принять участие в довыборах в городскую думу, 13 мая «Единая Россия» проведет внутреннее предварительное голосование. Кандидатуры определены Радик Минибаев, Павел Шулешко, Русалина Валова, а также Марат Фазледенов и Абдул-Керим Шикшаидов. Претендует на участие в партийной и предвыборной кампании. И лишь одного из них предстоит избирать выборщиком и поддерживать на выборах в городскую думу 10 сентября. 28 апреля в исполкоме партии завершилась регистрация выборщиков. По предварительным данным, на участке для голосования по пятому избирательному округу ожидается около 300 человек. Актуальные вопросы организации предварительного голосования партийцы обсудили на заседании Политсовета по традиции в ряды партии. Были приняты новые члены, им вручили партбилеты, говорили также о реализации партийных проектов. Сегодня единороссы заняты в 23 программах. Три из них активно реализуются на территории нашего города. Большая часть из вас является руководителем этих проектов. Давайте договоримся так. Мы поставим такую реперную точку. В сентябре месяц, конец, вот после выставки сентября мы заслушаем каждую рабочую группу. То, что я сделал и то, что планирую. На этой неделе Муравленко посетил архиепископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. Владыка провел вечернюю и утреннюю службы, причастил собравшихся и обратился к прихожанам с духовными наставлениями, рассказывает Светлана Грачева. В храме Преображения Господня радостный и торжественный день. Прихожане встречают архиепископа Салихардского и Новоуренгойского Николая. Приезд владыки для них всегда праздник. Мы с удовольствием ждем и приходим. Каждый раз, как он к нам приезжает, спрашивает богословения. Я уже на его богослужениях, по-моему, это будет третий раз. Где бы я ни бывала, я люблю побывать на службе у священников обычных. Ну, а если приезжают архиереи, я там очень-очень рада. Для нас радостное событие, потому что особая, наверное, благодать, благословение архиепископа. Мы очень рады. Каждое богослужение, которое возглавляет владыка, для православных горожан особенное. На службу приходят целыми семьями с маленькими детьми. Все, без исключения, ждут благословения архиепископа. Владыка совершил вечернее богослужение, а на следующий день провел божественную литургию. После утренней службы владыка Николай причастил собравшихся. После, вместе с верующими, прошел вокруг храма крестным ходом. Христос воскресе! Светлана Грачева, Оксана Шосток, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Моровленко ТВ». Они первыми приходят на помощь. 30 апреля свой профессиональный праздник. Отмечают сотрудники одной из самых героических и жизненно важных служб быстрого реагирования. Пожарной охране 368 лет. С профессионалами своего дела познакомилась Оксана Шосток. Пожарная охрана – это прежде всего сотрудники, готовые в любой момент первыми прийти на помощь. Они готовы защищать, зачастую, ценой своей жизни. Минутой молчания во время митинга у памятного знака сотрудники пожарной охраны и ветераны МЧС почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы. После в актовом зале 7-го отряда Федеральной противопожарной службы состоялось чествование лучших сотрудников пожарной охраны. Наверное, ваш опыт, ваш профессионализм – это залог спокойной, уверенной жизни в нашем городе. Я желаю вам, в первую очередь, крепкого здоровья, терпения, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, ну и, конечно же, спокойных дежурств. Почетными грамотами, благодарственными адресами администрации города и ведомственными наградами были отмечены более 25 человек, в их числе Александр Кузьминский. Я не ожидал этих медалей. Я ожидал достаточно грамоты обычной. Но тут обернулось так, что наградили двумя медалями. Я безумно горжусь этим. И буду впредь не подводить свое руководство и работать над собой. Пожарной охране действительно служат только профессионально подготовленные, мужественные, сильные духом люди. Они всегда следуют главному принципу – спасти, сохранить и защитить. А вот, да. Дознание Вениченко слушаю. Какой адрес? Сигнал поступил, обязан отреагировать. На место пожара, независимо от дня недели и времени суток, спешит старший дознаватель отдела надзорной деятельности противопожарной службы Антон Вениченко. Он помнит каждый случай из своей девятилетней практики. И то, почему однажды выбрал именно эту профессию. Я для себя так решил, что данная профессия является наиболее мужественной профессией. Она, как говорится, для людей с сильным духом и телом. За все время службы он ни разу не пожалел о сделанном выборе. Работа сложная, порой опасная, но интересная, говорит дознаватель. При поступлении сообщения о пожаре я сразу же выезжаю на место пожара и уже на месте работаю. Так же, как в ходе тушения, так и после тушения. Ну и уже после разбора всего пожара, после конструкции. То есть осматриваем, устанавливаем причину, очевидцев, опрос проводим, собираем доказательную базу. Каждое расследование причин пожара имеет свою специфику, рассказывает Антон. То, что на взгляд дилетанта является просто пепелищем и грудой об горелых развалин, для опытного дознавателя – профессиональная задачка. С клубком вопросов и противоречий. Оксана Шосток, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Майские праздники подарят жителям нашей страны семь выходных. Россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 число включительно. В «Муравленко» активно готовятся к 1 маю. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках. В понедельник, в час дня, в молодежном сквере возле памятника Виктору Муравленко состоится праздничный митинг трудящихся. На него приглашаются все желающие. Часом позже в городском парке культуры и отдыха состоится торжественное открытие праздника. Горожан и гостей города ждет обширная культурно-развлекательная программа. Мы с большим удовольствием приглашаем муравленковцев и гостей нашего города в парк культуры и отдыха, где будет представлена концертная программа для всех жителей, для всех тех, кто хочет восхититься творчеством наших коллективов, художественной самодеятельности. Будет игровая программа для детей. Безусловно, будет работать караоке-клуб. Поэтому все муравленковцы с большим удовольствием приглашаем вас 1 мая в парк культуры и отдыха на празднование 1 мая. Новости спорта продолжат выпуск. Моя коллега Марина Михедова готова ими поделиться. Марин, что у тебя сегодня нового? Четыре призовых места привезли наши спортсмены со второй окружной пары «Спартакиады». Есть новости с первенства города по пулевой стрельбе. Об этом и не только через несколько секунд. В Тире прошел открытый чемпионат и первенство города по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более 50 человек, в том числе гости из Ноябрьска. В первый день стреляли из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров. На следующий каждый спортсмен выполнил по три упражнения с разных расстояний из малокалиберного пневматического пистолета и винтовки. Первенство определило 18 призеров. Добавлю, что пулевая стрельба является олимпийским видом спорта, причем не имеющим ограничения по возрасту. Соревнования по стрельбе проходят не по принципу «быстрее, выше, сильнее». Основная нагрузка на мышцы приходится в момент статичного состояния тела стрелка, когда необходимо зафиктироваться для точного выстрела. В первую очередь, конечно, надо себя контролировать. В плане того, что это очень, так говорится, нудноватый спорт. Поэтому, чтобы достичь высокий результат, надо очень много тренироваться и ходить, конечно, регулярные тренировки. Юные боксеры провели очередные соревнования на Кубок города. На ринг вышли как начинающие, так и уже титулованные спортсмены. Всего около 40 ребят спарринговались в нескольких весовых категориях. Юные спортсмены показали хорошую физическую подготовку и выносливость, а также специфические боксерские навыки, реакцию и способность держать удар. В этом бою победу одержал Головин Александр. 11 медалей различного достоинства завоевали каратисты Муравленко на открытом первенстве Ноябрьска по восточным боевым единоборствам. Лучших выявляли в дисциплине «Сетакан». Воспитанники Юрия Чалова добыли пять бронзовых, одну серебряную и шесть медалей в высшие пробы. В общекомандном зачете муравленковцы заняли второе место. В региональном центре патриотического воспитания города Ноябрьска прошла вторая спартакиада молодежи допризывного возраста. Соревнования по военно-прикладным видам спорта посвятили 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На протяжении трех дней юноши состязались в строевой подготовке, плавании, беге, стрельбе и в спортивном многоборье. В ходе упорной борьбы команда Муравленко завоевала второе место, уступив победу надымчанам. Третье место досталось сборной Ноябрьска. На следующую праздничную неделю запланировано 9 спортивных мероприятий. Пауэрлифтинг, стрельба, шахматы, теннис и масштабный турнир по мини-футболу при поддержке компании «Газпромнефть-Муравленко». Пожелаем спортсменам побед, расскажем через неделю. Спасибо, Марина. В завершении выпуска коротко о других событиях. С апреля в России изменились правила замены и выдачи прав. Теперь автолюбитель может самостоятельно выбрать, где обменять водительское удостоверение в ГИБДД или в многофункциональном центре. В полицейские проводят профилактическую акцию «Дети России». Она направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Прояви свою гражданскую активность, поддержи ветерана. Муравленко в преддверии 72-й годовщины Великой Победы проходит благотворительная акция «Зарплата одного дня». Самая крупная авария в истории атомной энергетики. 26 апреля. Годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Некоммерческие неправительственные организации могут получить грантовую поддержку из фонда президентских грантов. Заявки от потенциальных участников принимаются до конца мая. Заглянули на 20 лет вперед. На автоплощадке «Форсайт-сессии» обсудили будущее развития Арктики. И парад смирно. Дошкольники показали военную выправку и строевую подготовку. Смотр строя и песни стал настоящим праздником, приуроченным ко Дню Победы. Это все на сегодня. О самом важном и интересном, чем будут богаты предстоящие 7 дней, смотрите вновь в субботнем эфире. А я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин